На встречу с мэром пришли сочинцы, которые в этом году получили звание мастер спорта России международного класса. Тяжелоатлет Вячеслав Яркин и самбист Ливан Манукян, а также керлингистка Юлия Портунова. Она удостоена звания заслуженный мастер спорта России. Вместе со спортсменами на встрече присутствовали и их тренеры. Разговор был недолгим и, что называется, по существу. Алексей Копайгородский после приветствия и поздравления попросил гостей рассказать о проблемах, в решении которых может помочь город. По словам спортсменов, главное, чего не хватает, это инфраструктуры. Например, залов для тренировок тяжелоатлетов и самбистов. А ведь детей, желающих заниматься спортом в Сочи, очень много. Главный вопрос был по постройке спортзалов. У большинства видов спортов нет своего большого помещения, где можно тренировать молодых детишек. Очень много людей, которые хотят заниматься спортом, но нет удобств для этого. И как бы мы все просили, чтобы построили спортивные комплексы, чтобы вся молодежь могла заниматься спортом. Очень хорошая была такая конструктивная беседа. Каждый из своего вида спорта поднял какие-то свои вопросы. Если бы не было заинтересованности, ее бы и не проводили. И то, что эти вопросы вообще поднимаются, обдумываются. Ну и, скорее всего, я так думаю, что будут доведены до реализации. По поручению главы Сочи Алексея Капайгородского, строительство новых спортивных залов внесут в проект генерального плана развития курорта. Кроме этого, мэр поручил организовать дни открытых дверей во всех спортивных федерациях Сочи. Вы там и для себя и молодежь смотрите, и это популяризирует ваше направление. Поэтому сделайте так, чтобы у нас в течение года у каждой федерации были свои так называемые дни открытых дверей, чтобы могли приходить, что такое тяжелая атлетика, что такое самбо, что такое керлинг, что такое прыжки, чтобы люди заходили к вам. Мы обеспечим, сделаем так, чтобы у вас была точка сбора, показа всех ваших достижений, и вы могли делиться своим опытом и новых спортсменов к себе привлекать. Отмечу, что сейчас в городе уже строят несколько спортивных объектов. Один из них в Кудепсте. Это большой зал для единоборств.